всем добрый день меня зовут Ольга и вы на моем канале о рукоделии сегодня я хочу объявить новый влог сколько дней он продлится я пока не знаю но для себя я решила что я вновь хочу поиграть в необычную игру игра будет называться кубики решают все но иногда я прибегаю к такого рода играм наверное да чтобы разнообразить немножечко свою рукодельную жизнь а все почему потому что у меня на руках два процесса оба лицевой глади один процесс по кругу до вяжется а второй обратно поворотными рядами и как то я вот прям вот вся в тоске но оба эти проекта мне просто нужно довязать в декабре поэтому я решила поиграть но так как всего два проекта это же не интересно поэтому я решила включить в эту игру еще несколько процессов весьма весьма интересных и сейчас я вам озвучу какие же процессы у меня будут участвовать в этой игре в сегодняшней игре и посмотрим при подведении итогов что же что же в итоге выдаст эти кубики и так у меня будет участвовать 6 процессов первый процесс это будет бактус я его вижу потому что мне заказали этот бактус мне нужно его оперативненько связать второй процесс это будет кокетка а кокетку я вижу в рамках совместного проекта а вам слабо связать с еленой орловой ведь ссылочку на первый видеоролик вступления в этот самый проект я вам сейчас оставлю наверное в инфобоксе кому интересно проходите смотрите следующий процесс который я беру он весьма необычен для вязального до нашего батальона это будет вышивка я люблю очень люблю уделять время вышивки в том числе потому что это такое совсем другое время препровождение не раз у себя на канале я показываю о том что частично я все-таки бывают нет нет да возвращаюсь к вышивке следующее следующий процесс это шапка это новый процесс который у меня еще пока нет но мне до 18 числа нужно связать комплект из манишки и шапки пока я не начинал этот процесс и если кубики мне выдадут какой-то результат да то есть этот процесс то я буду с удовольствием начинать вязать новый процесс следующий процесс это необычный процесс это книга я вам уже говорила и рассказывала что я читаю вот эту вот книжку и так как на чтение на вышивку мне обычно сложнее уделить время нежели на вязание потому что его можно делать параллельно с другими какими-то делами то естественно мне хочется ну уделите время и чтению в том числе я читаю но читаю сейчас не так много как раньше поэтому я решила включить в эту игру и книгу в том числе и последний процесс это новый процесс который я тоже пока не начала но этот процесс который всегда присутствует на моем канале это вязание носков носки это моя слабость я очень люблю вязать носки из различных остатков поэтому если выпадут кубики нам скажут вернее мне скажут что нужно вязать носки значит я буду вязать носки но посмотрим что же из этого всего получится но хочу сразу сказать что в этой игре будет участвовать два кубика я думаю такого рода игры есть на многих каналах рандомное вязание может быть да назывался было что-то подобное но я на самом деле идея взяла с канала по вышивке там есть игра кубики решают все или кубик у них кубик решает все а у меня будут кубики решают все так и значит подобного рода игру я уже затевала но там была несколько иная идея здесь же у меня будет два кубика один будет определять процесс а второй будет определять время вязания то есть количество часов которые я должна буду уделить на тот или иной процесс так вот если вам интересно оставайтесь со мной и давайте начнем эту игру мне самой очень интересно что же из этого всего получится и давайте попробуем начать эту игру кубик решает все посмотрим что у меня выпадет значит желтый кубик будет отвечать за процесс а синий за количество часов давайте попробуем итак что же у нас выпадет желтый значит это за процесс а синий за количество часов 2 под вторым процессом у меня идет кокетка я вам сейчас покажу на какой стадии она находится и я должна ее продвинуть на три часа будем засекать таймер как то так получается что эту кокетку я продвигаю очень очень медленно не потому что она плохо идет а потому что у меня наверное такие ассоциации что нужно считать а я не считаю я вот прям на глазок вижу и примеряю вижу и примеряю поэтому как то она вот а может быть потому что бактус у сейчас приоритете если игра не будет выдавать мне бактус я все равно буду по 4 ряда в день его вязать там вязать осталось совсем немного но давайте об этом проекте этот проект я вижу из бобинной пряжи в три нити методом петля в петлю и здесь у меня стопроцентный меринос вот такой вот фирмы пол три тысячи метров на 100 грамм значит 500 грамм 100 метров если в три нити да и вес у меня всего 270 грамм но я буду сочетать у меня там будет дальше эти жаккард поэтому но это будет еще совсем совсем не скоро мне нужно просто вывязать кокетку здесь я повешу небольшой маркер скорее всего цветной или не знаю но повешу маркер в общем сюда и мы с вами посмотрим что что мне удастся связать за три часа так значит что пишем кокетка три часа и сегодня у нас с вами но я не буду писать число кокетка три часа пошла приступать к работе насобирала я практически три часа своего вязания и кстати говоря я ошиблась в дате сегодня у меня не 30 сегодня у меня 29 я что-то поторопилась я в общем и целом мне необходимо эту дату убрать я вообще дата ставить не буду просто будем смотреть по часам я потому что не знаю сколько будет длиться вообще вся моя это авантюра по вязанию но давайте я вам покажу и сейчас я насобирала почти три часа осталось еще 20 минут но я их оставлю потому что мы сейчас пойдем гулять потом у нас будут свои дела домашние и скорее всего я только ближе к вечеру смогу подключиться а может и не подключиться да и потом показать но как-то не хочется при белом свете показываю смотрите поставила маркер и вот что отвязала здесь был один уровень уровень прибавок теперь зачем я оставила эти 20 минут а затем что я сейчас сниму на дополнительную леску все это дело примерю посмотрю сколько мне еще нужно вязать приблизительно буду ли я уводить это все в реглан стандартный обычный или же продолжу вязание кокетки просто для того чтобы понимать что же я хочу в дальнейшем то есть у меня как раз наверное займет эти 20 минут на вот все вот это вот снятие дополнена дополнительную леску примерка ну и так далее ну и пока светло этим я обязательно займусь и пока светло я хочу бросить кубик но прежде чем бросить кубики я предполагаю что если мне не выпадет мой бактус я там все-таки отвяжу 5 рядов но потому что мне надо его продвигать для того чтобы побыстрее его закончить вот а так в принципе мне все равно даже если выпадет кокетка еще раз я буду вязать с удовольствием потому что прям я втянулась ну давайте желтый отвечает за номер процесса а синий кубик отвечает за количество часов не убежали значит третий процесс и 1 час от под третьим процессом у меня идет вышивка и я должна буду ей уделить 1 час я так думаю что за вечер я справлюсь и вам скорее всего завтра уже покажу что же у меня свершится но прежде я вам покажу сейчас вышивку на какой она стадии покажу свой бактус потому что в этом влоге я его еще не показывала и так бактус все вяжется лицевую гладью поэтому сейчас все очень монотонно и скучно поэтому наверное я решила поиграть в эту игру для того чтобы просто стимулировать себя каким-то образом да на вязание вот этих простых лаконичных вещей на самом деле вроде бы как и не напрягает но в силу того что несколько процессов одновременно да и порой не хочется переключаться не думаешь вот свяжу и потом следующие а вот показывает особо ничего поэтому поиграем на этой неделе посмотрим как получится и смотрите бактус бактус я отвязала на ширину 50 сантиметров вот здесь и пошла делать убавки вот этой вот стороне по той стороне на которой я делала сначала прибавки теперь делаю убавки вот так и собственно вот так я отвязала здесь я честно отвяжу 5 рядов я думаю пока этого достаточно понятное дело что я от обратно поворотного вязания лицевой глади немножко подустала но двигать его надо здесь уже вот смотрите вот столько мне еще нужно убавить до 7 петель должно остаться в конце поэтому даже по 5 рядов уже существенно виден результат это номер один что я продвинул номер один вернее синий те 20 минут которые мне остались до вечером я продолжу вязание 5 рядов здесь и вышивка сейчас я вам покажу вот так должна будет выглядеть моя вышивка этот набор сделать своими руками мне приходил из магазина my bobin там очень много всяких наборов интересных и я в этот набор влюблена очень давно потому что я еще и смотрю помимо того что визуальный youtube но и в том числе и по вышивке тоже кто непосредственно рассказывает чисто вышивки и вот на одном из каналов я видел эту работу мне очень понравилось там есть еще это кофейный набор до ценители кофе а там есть еще что-то с чайной церемонией прям такой же тоже его хочу хочу их парно вот но пока у меня только один вторую я буду приобретать только после того как этот завершу и вот на такой стадии он у меня сейчас находится кто за мной следит тот вот как видел последний раз да так оно и есть и вот сейчас я продвину эту работу на еще один час я так думаю что может быть здесь вниз дошью и бэк стич сделаю где уже все подшито и зашито наверное все таки я бэк чтобы ну красиво смотрелось в конце этого влога и мы с вами смогли бы насладиться ну каким-то эпизодом до этой работы вот пошла я работать встретимся с вами уже наверное завтра прежде чем приступать к вышивке я для начала конечно же отвязала часть бактуса а также примерила все таки свою кокетку не знаю может быть и широковато но с другой стороны все кокетки которые я вязала они прям очень узкие в плечах под расчет да прям тютелька в тютельку и мне захотелось все таки попробовать поэксперимент есть у меня тут еще вон маленький субтитр поэтому как то так так значит примерила думаю мне нужно еще отрезать но не знаю сантиметра может быть 3 ну и дальше я приступила к вышивке наивно полагая что я все-таки справлюсь за час с таким объемом работы но вышиваю я крайне мало да и вот что получилось в тихий час ребенка пока он спал но потом он проснулся и как раз таки у меня прозвенел будильник о том что закончился час мир он это мама недовышела еще видишь как осталось получается чуть-чуть вон тут бэкстич начала делать и у меня не получилось потому что тут было не зашитое пространство я его конечно зашила но отдыхать не успела вот а сейчас мы с вами бросим кубики но прежде чем приступать наверное ой ой так делать нельзя он прежде чем приступать наверное кубиком я все-таки завершу вот эту вот ниточку и доделаю бэкстич сейчас мы с вами будем выбирать новый процесс и количество часов для работы стаканчик замерзли кто-то его уже обляпал давайте побыстрее отобрал это все так смотрим внимательно открывая и это ого-го второй процесс и 5 часов обалдеть ну что второй процесс это моя кокетка и впереди меня ждет пять часов работы я не знаю когда мы с вами встретимся наверное не скоро вот и я начинаю этот процесс прям вот я так думаю что мы с вами уже встретимся за подрезами напоминаю просто для тех кто успел забыть как выглядит этот процесс это обычная кокетка вот с такой вот интересной горловиной так и здесь у меня висел маркер то есть что я успела провязать за три часа теперь меня ожидает пятичасовая работа по этому процессу но тем интереснее наверное будет вязать абактус я буду продвигать вне планово пока буквально там по 5 рядочков но там все быстро заканчивается с последнего подключения прошли сутки да да и я все-таки насобирала эти пять часов благо я не сплю до 12 ночи потому что ну как-то у меня бессонница раньше 12 я уснуть просто физически не могу поэтому естественным большую часть времени я вязала вчера вечером а сегодня как то было не до этого была чудесная погода ну и в целом давайте я все-таки покажу что же я связала за эти пять часов которые нам мне определил кубик так но показывать уже конечно проблематично так но мы с вами можем понять что я ушла за подрезы вот таким вот образом что входило в эти пять часов эти пять часов ходили и примерка и расчеты то есть я не делала так каковых расчетов именно по количеству там сантиметров сколько где прибавлять и так далее это все делалось на глаз но когда я перешла к вязанию и где мне нужно было разделять на спинку на перед и на рукава естественно мне пришлось посчитать все петли разделить на энное количество да на перед на спинку определите на рукава все это разъединить это тоже входило в эти пять часов а также здесь вывязано вывязаны вытачки по переду вот видно что перед немножечко отличается то есть я сделал три разворота с каждой стороны три или четыре посмотрю потом когда буду рассказывать про изделие не помню три вроде бы вот ну такие небольшие вытачки у меня на самом деле не такие большие выпуклости в этой области но тем не менее вот на такой стадии то есть азиатский росток я здесь не делала вывязывала росток сверху так выглядит изделие сейчас я очень довольна на самом деле потому что кокетка вывязана то есть самое проблематичное для меня уже все все сделано остается буквально только получается вязать полотно вниз и все самое интересное будет конечно же в конце работы и это завораживает просто поэтому если мне кубик определит сейчас опять этот же самый процесс я ни капельки на кубики не обижусь и буду продолжать это вязание а если ну хотя давайте не будем закатывать давайте просто бросим кубики и узнаем что же мне предстоит делать сегодня вечером может быть ночью и завтра с утра ну посмотрим насколько растянет ну и так давайте по традиции продолжим и посмотрим что же выдаст кубик само мне очень интересно знать конечно потому что ой я не видела что там было его просто обратно засунула посмотрим и это пятый процесс и три часа меня радует что это три часа а не пять часов и не шесть часов но под номером пять у меня идет процесс книга я вам говорила о том что я введу сюда очень необычные процессы потому что все что есть в этом списке мне все хочется осуществить да но времени катастрофически не хватает и от того что я бегаю от процесса к процессу от задумки к задумке у как-то теряется немножечко наверное азарт может быть или как-то вот вдохновить но вдохновение я бы не сказала но я как-то теряюсь между этими процессами потому что мне все очень хочется то есть сейчас я буду отдыхать от вязания от вышивки от рукодели и с удовольствием почитаю займусь чтением по три часа моего спокойствия вот книжка очень интересная меня затянуло но и давайте я покажу да ну что ж так 136 страница и это будет чтение но так как читать я могу только в спокойном состоянии когда ребенок мне не мешает ну потому что до чтение это процесс не такой не просто перебирание петелек и поэтому наверное я сейчас выберу еще один процесс надеюсь что если будет не книга для того чтобы просто у меня было что-то повязать ну конечно еще бак тут продвину это вот в любом случае давайте попробуем еще раз бросить кубики ну чтобы просто не подключаться да не подключать вот лампу так что же там давайте сделаем еще вот так у меня тут не ровная поверхность и это обалдеть ну вот я не знаю когда мы с вами встретимся но это не вязание это вышивка да да вышивка и это 6 часов вышивки когда я на собираю 6 часов вышивки я не знаю такой достаточно сложный у меня получается влог в плане работы я думаю что после этого именно после этих часов 6 до плюс еще 3 то есть мы с вами встретимся в следующий раз получается через 9 часов и посмотрим что же у меня получится из всей этой затеи но помимо этого конечно в свободные минутки когда вот прям совсем совсем мне нельзя будет не почитать не по вышивать то я буду вязать свой бактус потому что он ближе близится к концу и это все-таки процесс который нужно продвигать вот такие интересные получились у меня процессы на сегодняшний завтрашний день но не знаю когда мы с вами увидимся я думаю пройдет не меньше суток это точно ну все пошла я читать и вышивать насобирала я 6 часов ну это конечно вообще ну правда три часа это был вчерашний вчерашняя ночь скажем так до 12 часов вот ну и сегодня совсем по чуть-чуть по полчасика где-то что-то я наловила эти 6 часов без 15 наверное минут потому что если сейчас я не засниму то опять будет при темном свете это не совсем красиво показывать вышивку большую часть времени здесь у меня конечно же занял бэкстич и вот эти фрузилки или как они там называются это ну в общем и целом они у меня не получаются издалека вам показываю так красиво а так некрасиво пересмотрела кучу мастер-классов ничего не помогает руки крюки ну знаете такое бывает когда ты первый раз например взял спицы в руки а я первый раз решила сделать вот эти французские узелки что ли или как они называются девочки вот абсолютную люблю я делать бэкстич но не люблю оказывается делать вот эти вот фрузилки узелки вот и так что еще хочу сказать ну конечно это такой марш бросок на 6 часов я прям насладилась полностью наверное вышивкой и пока больше не хочу коричневых оттенков много но получается красиво смотрите как красиво получается тень ну вот вроде бы до всего-то несколько оттенков и они так схожи между собой но получается очень красиво вот так фокус поймаем я думаю что видно вот так я вышиваю по бумажной схеме и как вы можете заметить схема она вот такая вот огромная и что здесь а здесь у нас с вами вот этот шов да и хорошо что он сделан белым потому что к концу этой вышивки я думаю что по швам разойдется полностью все вышивая сейчас вот самый интересный элемент с лисичками получается что у меня этот второй центральный элемент он относительно небольшой нежели первый да и здесь не так много этих узелков а бэкстич меня совсем не напрягает тем более что я люблю делать его по ходу вот и до следующего раза до следующей игры я наверное вышивку все-таки не возьму с собой в работу у меня осталось еще три часа чтения но там я решила схитрить немножко там я наверное сейчас не буду ставить таймер а скорее всего я посчитаю сколько времени у меня уходит на чтение одной стране и просто сделаю себе закладку до какого момента я должна дочитать и встретимся мы с вами уже в завершающем кусочке где я расскажу про свои ощущения по поводу этой игры ну я надеюсь что вы посмотрели и увидели практически все результаты которым который у меня случились в рамках этого видеоролика но помимо этого я сейчас также немножечко подведу итоги что уже произошло произошло следующая игра это очень интересная на самом деле я бы сказала даже забавная но и в то же самое время очень сложная потому что кубики со мной сыграли очень интересную вещь они просто напросто решили что мне нужно уделить каждому процессу побольше времени но не взяли в работу несколько процессов а именно новые процессы то так они остались не начатыми поэтому конечно же следующей неделе я буду посвящать новым процессам но сегодня мы с вами подведем итоги и того за эту игру я смогла уделить своему любимому времяпрепровождению около 18 часов ну там плюс-минус потому что таймер я оставила конечно но бывало что сбивала этот таймер так и я схитрила на самом деле я немножечко схитрила я последнее что мне выпало это чтение книги и это было три часа и книжку я прочитала можно сказать но на самом деле большую часть я прослушала и как пока я слушала эту книжку я довязывала бактус и бактус он у меня готов но пока еще не стирен поэтому всю прелесть этого полотна я пока вам показать не могу ну вот такой бактус косынка у меня получился я думаю что после этого все здесь сравняется я вам обязательно покажу в следующих видео роликах как это будет сегодня я его постираю он полностью готов цвет просто потрясающий мне ну очень нравится и знаете что самое интересное самое интересное то что у меня на него ушло 100 грамм то есть у меня еще осталось 100 грамм поэтому если что я смогу и себе в том числе связать такой же бактус если уж не очень сильно захочется но у меня просто будет греть душу наверное тот момент что у меня пряжа на такой бактус на простой универсальный еще есть и так подведя итоги игры на самом деле мне все очень понравилось 18 часов это ни много ни мало но я смогла уделить время как вышивки которые обычно не уделяю времени так и чтению на который тоже как обычно хватает всего лишь ну полчаса может быть в день а то и того не бывает это очень на самом деле нехорошо я увлеклась одним видом творчества ушла с головой в него но это на самом деле мне кажется не совсем правильно по отношению к другим своим увлечениям и так подводя итоги 18 часов можно сказать я с вами провела провела наедине с собой так и знаете что еще хочу сказать если вам действительно понравился этот видеоролик если вы хотите видеть подобного рода видеоролики на моем канале вам интересно наблюдать таким образом за моими процессами не забудьте поставить лайк если это видео наберет ну я не знаю тысячу лайков то я наверное все таки через некоторое время вновь возобновлю такой формат потому что как оказалось это не так-то легко на самом деле знаете уделить вот у время тому вроде ты любишь все все тебе это все нравится но например уделить 6 часов одному процессу это достаточно сложно поэтому жду ваших лайков жду комментарии если у вас есть что сказать вот а на сегодня у меня все всем огромное спасибо за внимание всем пока пока до новых встреч